Такие датчики, как на шее у лаванды, есть у всех 50 коров галштинской породы на этой ферме. Кроме клички, указываются объемы надоя, параметры физической активности и количество съеденного корма. Информация позволяет в том числе предотвратить возникновение и развитие заболеваний. В животноводстве при ангаре система с датчиками применяется впервые. И это не единственный технологический прорыв, которым может похвастаться новая беликтуйская молочно-товарная ферма «Железнодорожник». Использована автоматическая система «Шторб». Это фирма канадская «Сека». У нее установлены, получается, датчики надувной шторы. В зависимости от температуры, что в помещении, что за пределами, они регулируют поднятие либо опускание. По всему помещению установлены вентиляторы. В стойлах постелены резиновые маты. У них противоскользящая поверхность и форма, которая повторяет естественный рельеф. Стоиловое оборудование обеспечивает беспрепятственный доступ к кормам. Поилки, доильный водопровод с аппаратами, система навозоудаления. Все автоматизировано. И все же без тепла человеческих рук. Коровам никуда. Каждое животное любит ласку. Ласку. Ну, в принципе, и хорошее кормление. От этого зависит и надой, и молока. Губернатору показывают демонстрационную площадку. Представлено свыше 50 единиц сельскохозяйственной техники. Сергей Левченко подчеркнул, в регионе взят курс на техническое перевооружение сельхозпроизводства, приобретение новых современных сельскохозяйственных машин и внедрение инновационных технологий. Министерство сельского хозяйства отобрало из всех возможных вариантов, которые были, 119 инвестиционных проектов, по каждому из которых мы сегодня ищем вариант осуществления. Вариантов очень много. Это не только прямое бюджетное финансирование инвестиций, но и через корпорацию по развитию Иркутской области, через определенные гарантии для банковских структур. Это и компенсирование ставки. Глава при Ангаре приветствует участников состязания. Лучший по профессии среди операторов машин на водоение коров и лучший пахарь. В конкурсе участвуют 23 доярки и 22 тракториста. Это направлено на повышение престижа аграрных профессий. И данное мероприятие позволяет обмениваться опытом и изучением современных передовых технологий, которые используются и у нас в Иркутской области, и в целом по стране. Мы сегодня должны показать, что Иркутский регион на уровне и не хуже остальных регионов России. Чтобы мы наращивали объемы неиспользуемой пахни в Иркутской области, а у нас, вы знаете, достаточно большое количество, более 700 тысяч по оценкам специалистов, Я думаю, что для того, чтобы ежегодно вводить в оборот эти неиспользуемые земли, требуется, конечно, отдельная программа по поддержке, материальной поддержке, по техническому обновлению парка сельскохозяйственных машин. Я думаю, что над этим мы сегодня должны трудиться. Получив напутствие первых лиц области и ответив на вопросы теоретической части, комбайнеры занимают места в кабинах и вперед, в поле, показывать, на что способны. Старт начинается здесь. Следующий участник конкурса начал проводить регулировку глубины вспашки. Это один из главных критериев состязания. Механизатор должен будет вспахать землю глубиной ровно 23 сантиметра. Это оптимальная глубина для Иркутской области, при которой лучше заделываются сорняки и больше накапливается влаги в почве. Наблюдают за работой пахарей два десятка судей – агрономы и технические инженеры. Один из тех, кто борозды точно не испортит – Андрей Дятлов. Рассказывает, у себя в Нижнеудинском районе за день может вспахать больше 10 гектаров, причем не хуже, чем на конкурсе. Так что с этим заданием справятся играючи. Мы же для этого там и работаем, чтобы пашем все это. Опыта у меня побольше, я уже сколько, 25 лет я уже на тракторе сидел. Главный приз соревнований – денежная премия в 300 тысяч рублей, за второе место – 200 тысяч, за третье – 100. Туэна Немаева, Евгений Шарыпов. Новости и сейчас.